Мужики, всем привет! В этом ролике мы разберем коллиматорные прицелы, а точнее, какой лучше всего выбрать из всех имеющихся образцов в игре на сегодняшний день, а именно на момент патча 12.09. Выбор прицелов очень большой, есть дорогие, есть дешевые, с большой или маленькой рамкой, есть с переключением проецируемой точки, есть без. Я ничего не буду говорить о прицелах из реальной жизни, о их удобствах или качестве, какие используют спецслужбы, а какие стрелки-любители. Меня интересуют именно аналоги этих прицелов в игре и удобство их использования тоже именно в игре. И в этом ролике я выскажу свои личные критерии по выбору коллиматоров. Никому ничего навязывать не буду, каждый из вас уже взрослый человек и я думаю подберет для себя свой личный топовый прицел в игре. И чтобы не останавливаться на каждом конкретном образце, растягивая ролик до получаса, а то и на час, я возьму просто несколько прицелов и уже на их примере буду разбирать плюсы и минусы. Так как же выбрать для себя любимого удобный, а главное правильный коллиматор? Лично у меня для этого есть несколько факторов, которые я использую вообще во всех шутерах, где есть возможность выбора прицела, их установки. Первое это рамка прицела, второе это переключение точки проекции, если эта возможность есть в игре, а в Таркове она есть, поэтому это очередной плюс в копилку игры. Ну и третий это общий обзор с прицелом. А теперь давайте по порядку и начнем с рамки прицела. Это очень важный фактор, которым не стоит пренебрегать. У любого коллиматора при прицеливании есть слепая зона. Эта слепая зона появляется именно из-за рамки коллиматора. Давайте рассмотрим это на примере. Предположим, мы знаем, что за этим забором есть враг, и он вот-вот появится. Просто элементарно наш напарник, например, дал инфу, что противник движется в эту сторону из гаражей, и мы начинаем держать в прицеле пролом этого забора, чтобы при появлении врага с безопасного для себя места и расстояния отработать по нему. Казалось бы, что может помешать, если опять же, предположим, что у нас за спиной тоже находится союзник и держит там свой сектор? А может помешать именно эта рамка? Как спросите? А давайте я просто поменяю оружие, на котором будет другой прицел, не двигаясь и не перемещая оружие в другую сторону. И возможно, вы сами все поймете. Вот она, слепая зона этого прицела. Как вы уже поняли, при прицеливании коллиматором Вилат, то есть пиксель 42 или пикс, у меня еще под контролем левые и правые стороны, а то есть угол за мусорным баком, в котором может сидеть противник, и кабина грузовика, из-за которого может также выйти противник. И при любом движении из любой из этих сторон, мы можем мгновенно среагировать и отработать внезапно появившегося врага. А вот если бы мы смотрели бы в прицел EOTH, мы бы просто этих врагов не увидели бы. То могло бы закончиться все просмотром своего схрона. Или вот тоже банальный пример. Трешка. Поднялись шаурмы на третий. Прошли чуток вперед и держим меченку в прицеле, так как только что видели, как в комнату вошел противник. При прицеливании с Виладом, то есть с пикселя, у нас есть возможность отреагировать на появление противника с лестницы и с правой стороны, то есть с мусора. А ведь там могла закрепиться группа, и естественно враг услышал бы, что кто-то поднялся на этаж и затих. Что слева, что справа, противник может просто наклониться в сторону и из-за угла убить вас. В случае, если бы у вас на оружии был бы какой-нибудь EOTH, или любой другой коллиматор с широкими рамками. Вы тупо не увидите врага, следовательно, просто не среагируете на его появление. А если тем более забагался звук, что часто бывает, то вообще пиздец. Только и остается, что реагировать на движение пикселей. Просто неоднократно в момент хила, когда я отработал на третьем этаже двоих или троих, было такое, что ко мне, сука, в упор подходили и убивали. А я сижу себе, ничего не слышу, никого не жду, подумываю стратегию игры в тетрис, чтобы максимально хорошо разлуптать убитых. Ну, надеюсь, с рамками все понятно, движемся дальше. Переключение проекции и прицела. Чем это важно при игре в тарков? Ну, например, тем, чтобы при использовании прибора ночного видения у вас в прицеле не было засветов. Например, тот же VLAT Pixel имеет возможность переключения проекции. При использовании перекрестия с PNV у нас очень сильный засвет в прицеле, что очень мешает вести прицельный огонь. Но как только мы переключаемся на точку, засвет пропадает, и уже можно нормально воевать, подавляя противника прицельным огнем, именно прицельным, а не стреляя куда попало. Берем, в пример, тот же EOTH. Засвет в PNV еще сильнее, и тут уже ничего с этим не сделаешь, только выключать ночник. Потому что вести прицельный огонь не представляется возможным, а менять проекцию перекрестия в этом коллиматоре просто нельзя. Ну, а еще с обычной точкой в прицеле, по крайней мере, мне играть гораздо приятнее и удобнее. Общий обзор с коллиматором. Ну, тут все просто. Чем меньше в размерах прицел, тем больше у вас общего обзора местности, что, естественно, положительно сказывается на том, чтобы лучше контролировать ситуацию в игре или тем более в бою. Вот, опять же, банальный пример, который я даже выдумывать не стал, просто ситуация из рейда, в которой меня убили, кстати. Я сидел вот так вот за деревом, не смотрел в сторону ангара, так как возле него была стрельба. Я подбежал, спрятался, как я думал, за деревом и сидел, просто оценивал обстановку. И был именно с этим коллиматором, Razor AMG. И спустя секунд 10-15 я умер. Объясню как. Я был очень близко от места стрельбы, и в этот момент стрельбы я подбежал и сел, оценивал и ждал. И так как оказалось, что за этим камнем был противник, который, кстати, услышал, как я подбегаю, просто вылез с правой стороны на корточках и капсе и убил меня. И тут в большей степени сыграло роль в моей смерти большой размер коллиматора, который мне просто не позволил увидеть крадущегося на корточке противника, который вышел из-за камня. И в этот момент просто у меня не было шансов на ответный огонь, или тем более на опережающие действия. А вот если бы у меня, например, был бы ПК-06 или Пиксель-42, я бы увидел врага еще, так скажем, на подходе к углу. Так как он крался на капсе, а то есть медленно, я бы заметил движение пикселя в этом месте, движение ног или то, как постепенно появляется дуло оружия врага. И уже я бы ждал в режиме прицеливания того момента, чтобы наверняка отработать противнику. А так получилось, как получилось. А эти круглые прицелы я вообще считаю за какую-то парашу, блядь, так как они максимально неудобные. Очень маленький обзор в режиме прицеливания, то есть само окошко очень маленькое и очень неудобное, так как из-за этих размеров постоянно приходится чуть ли не ловить противника, лишний раз наводиться, теряя секунды. В общем, подведу итог. При выборе прицела коллиматорного обращайте внимание на его ранги. Чем они уже, тем лучше. Должна быть возможность переключения перекрестия, если вы собрались в ночной рейд с ПНВ. Размер прицела в принципе, чем он меньше, тем лучше. Тем больше контроля просматриваемой площади, что может спасти вам жизнь в игре. Сейчас я в большей степени, например, использую коллиматор VLAT X42, так как он отвечает всем моим требованиям. Есть еще один хороший коллиматор, который также очень хорош, как и PIX, это VALTER MRS, который также хорош по моим критериям. Кстати, топовые игроки очень часто используют, например, маленький прицел ПК-06. Он тоже хорош, но лично для себя я вижу в нем один минус, из-за которого я не хочу его использовать. Окошко прицела. Оно очень маленькое и, как по мне, не очень удобное. Поэтому я как только нахожу его в рейде, я без всяких сожалений продаю его. А он, кстати, очень дорогой на барахолке. Цена бывает до 100 тысяч поднимается. Ладно, это все, что я хотел сказать про коллиматоры. Подбирайте для себя лично. Ищите как прицелы, так и оружие, с которыми будет удобно и классно играть именно вам. Не пытайтесь равняться в вопросе прицельных приспособлений на топовых игроков или стримеров. Ваш личный комфорт, использование тех или иных прицелов тоже играет роль в выживании в рейде. Спасибо за внимание, удачных каток и дорогого лута. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok